Есть одна песня, в которой есть слова нашего общего друга с ним, наук Волева, тоже ушедшего из жизни несколько лет назад. «Давай поговорим». Очень замечательная песня, вот сейчас почему-то вспоминается именно эти слова. «Давай поговорим, чай в чашке разольём, намажем хлеб, варенье раз черешней». Ещё там есть замечательные слова, которые очень подходят, наверное. Это не печальный мой днём. «Жизнь, если честно, всё же хороша, пока не отлетит душа, поговори со мной, поговори». Вообще, Коля был замечательный друг, несмотря на колоссальную загруженность, мы все вертимся, мы все забываем нас. За какими-то маленькими звонками, переписками, забываем поговорить друг с другом. Только вспоминаем это вот такие печальные дни. А он умел, несмотря на жуткую загруженность, он умел даже среди ночи, он умел найти время поговорить, посолюовать. Он был необычайным душевным другом. Это я могу сказать с полной ответственностью. «Очень жаль терять друзей». Впрочем, я, как и многие здесь говорили в шее, не хочу говорить прощения. Потому что, Коля... «Был в моей жизни есть и навсегда останется, как у многих здесь присутствующих». «Был в моей жизни есть и навсегда останется, как у многих здесь присутствующих». «Лючка». Николай Петрович, мне для этого секрет, был, наверное, самым конструирующим нашим артистом. И то количество городов, которые объездил, где выступал, его, наверное, не перечесть на пальцах всех рук, он много раз умножил. Так получилось, что очень много людей пишут мне, потому что знаете, что я работаю в этом театре, и просят придать поклон, потому что из Сибири, из Дальнего Востока, Бог знает откуда, из Нью-Йорка, и пишут поклониться от них Николаю Петровичу. Что я делаю, во-первых. После того, как случилась трагедия, вот эта вот печальная, очень страшная с Николаем Петровичем, в пятом году, через какое-то время мне приснился сон. Странные стали. Я еду в троллейбусе или в автобусе, не помню. И вижу Николая Петровича вот в том состоянии, которым он был последние десять с лишним лет. И вдруг он замечает меня, так выпрямляется, становится вот таким Петровичем, мигает мне и обратно спрятался в свою болезненную состояние литератическую. Без своей гордыни я не мог понять, что означает этот сон, потому что я сам был человеком невоцерковленным, не знал, что такое храм. А сейчас мне очень приятно видеть, люди приходят, крестятся и молятся, к Владиславу Николаю Петровичу православному. Вчера в храме, в присутствии руки, в сегодняшний вечер, вернее сегодня, читали неусыпаемый русалтирь. Там было очень светло и тихо, и радостно. Я понимаю, что на все воле Божией то, что случилось в пятом году, это просто вот Господь так спасает душу. И в этой немощной болезненной оболочке все эти годы жила удивительная душа наша Николая Петровича, который учился смирению, терпению, привыканию к тому, что душа главное не тело. И хотя многие плачут и прощаются, именно страдая, но мне кажется, нужно думать об этом светло, потому что, наконец, душа Николая Петровича созрел для Царства Божьего. Я уверен, что он будет там. И сейчас в 9 дней будешь летать, где-то ты смотришь за нами, что мы тут делаем, как мы говорим, как себя ведем. Но грустить надо, но светло. Николай Петрович, пожалуйста, преподневитесь, пожалуйста, попрощайся. Встречание давайте закончим. Стеклов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok